Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Сегодня в выпуске вы увидите глава муниципалитета Алексей Спасский поучаствовал в совещании с губернатором области. В пиковые часы мы оцениваем нагрузку здесь, это где-то 800-1000 пассажиров в час. Монтажные работы по программе социальная газификация прошли в деревне Петрушино. Я пришла сейчас узнать. Смотрю, тут что-то уже бурлят. Поселок Володарского отметил свой день рождения. Люди здесь очень открытые, добрые. И мне все вообще прям очень нравится здесь. Удобство новой выделенной полосы для общественного транспорта в Дрожжино обсудили на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководителями ведомств и муниципалитетов. Глава Ленинского городского округа Алексей Спасский вместе с жителями поселка присоединился к конференции в режиме прямого включения. Поселок Дрожжино – один из быстрорастущих районов Ленинского округа. Помимо уже сданных новостроек, здесь в скором времени введут в эксплуатацию еще несколько домов. Жители, рассказываю, столкнулись с проблемой загруженности дорог. В холодное время года теряли в пробках на выезде из поселка до 40 минут. Частично решить проблему удалось при помощи выделенной полосы для общественного транспорта. Здесь проходит у нас несколько маршрутов, два, а если быть точнее, это 12.01, который идет у нас от деревни Дрожжино до метро-бульвар Дмитрия Донского. И плюс 507 маршрут тоже здесь проходит. Он идет, у него станция расторгуют и, конечно, остановка у него НЦД будет. Маршрут использовал либо Молодцовский проезд, выезд на Варшавку, там всегда были пробки, либо дублеры Варшавского шоссе, здесь тоже образовывались, ну, образовывались такие достаточно лухие пробки. Выделенную полосу в поселке Дрожжино открыли 2 июня. Теперь автобусы и маршрутки имеют прямой выезд с нового шоссе на Варшавское. Спустя два месяца работы выделенки глава округа Алексей Спаски доложил губернатору Подмосковьи об эффективности принятой меры. В пиковые часы мы оцениваем нагрузку здесь, это где-то 800-1000 пассажиров. В час, ну, и вот как в докладе Анны Владимировны прозвучало, действительно, после введения выделенной полосы, которая заработала с начала июня, экономия по времени до 30 минут. Удобство выделенной полосы отметили и жители округа, которым приходится часто пользоваться общественным транспортом. На видеоконференции с Андреем Воробьевым присутствовали участники инициативной группы поселка Дрожжино. В условиях того, что действительно застройка сейчас очень большая в районе, издаются новые дома, нагрузка будет очень, скажем так, увеличиваться на пассажиропоток. И вот выезд, который я сейчас сделал, он действительно, наверное, от 15 минут точно сократит. На видеоконференции также обсудили проблему температуры воздуха в автобусах и маршрутках и транспортный вопрос в других густонаселенных районах округа. Алексей Петрович, у вас еще в ряде территорий идет активное строительство, новые микрорайоны. Поэтому, конечно, мы должны заранее, Анна Владимировна, думать о том, как новоселы и новые жители будут передвигаться. Напомню, проголосовать за обустройство выделенной полосы или сообщить о транспортной проблеме жители Московской области могут в режиме онлайн на региональном портале Добродел. Олеся Попова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. В администрации муниципалитета прошло заседание дискуссионного клуба «Единая Россия» по совершенствованию законодательства в сфере социально ориентированных некоммерческих организаций. Провела совещание заместитель главы администрации Ленинского городского округа Татьяна Квасникова. Ленинский городской округ подключился к дискуссии о совершенствовании законодательства в сфере социально ориентированных некоммерческих организаций по инициативе партии «Единая Россия». В нашу команду вошли некоммерческие организации всех направлений. Это и бизнес, это дошкольные образовательные частные организации, организации здравоохранения. Это некоммерческие организации, которые занимаются поддержкой инвалидов, многоодетных семей. Да некоммерческие организации, которые занимаются реабилитацией. Организации, которые занимаются творческим развитием детства на территории Ленинского городского округа. Члены местного полицовета «Единой России» Татьяна Квасникова и Анна Державина с представителями Совета сторонников провели заседание дискуссионного клуба совершенствования законодательства в сфере социально ориентированных некоммерческих организаций в целях улучшения инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. Я думаю, что предложений мы подготовим немало, потому что тем волнующих нас всех вместе достаточно. Поэтому сейчас мы уходим на разработку этих предложений и в районе 20 августа они будут у нас сформированы как пакет документов. На территории муниципалитета активную работу в данном направлении везет отделение торгово-промышленной палаты. Они помогают сформировать пакет документов и создать свою социально ориентированную организацию для оказания общественно полезных услуг. Татьяна Кривонос – индивидуальный предприниматель. У нее два частных дошкольных учреждения. Два года назад она обратилась в торгово-промышленную палату с идеей создания сообщества, где могли бы объединиться предприниматели, занимающиеся платными детскими садами. Меня с данным вопросом поддержали. Мы создали комитет по поддержке и развитию частных детских учреждений. И вот в течение двух лет мы работали. В этом году нас поддержала областная палата и нас включили в областной комитет по развитию социального предпринимательства. Мы проводим тренинги, семинары, собираемся и решаем насущные вопросы. То есть те проблемы, с которыми мы сталкиваемся, мы их стараемся решать. Среди нас некоммерческих организаций не очень много, но мы стараемся это направление развивать. Напомним, что до 22 августа в Ленинском отделении партии «Единая Россия» будет формироваться реестр предложений от муниципалитета. Позже состоится второе заседание дискуссионного клуба для рассмотрения и утверждения пакета предложений. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. В деревне Петрушино прошли монтажные работы по программе «Социальная газификация». Мы побывали на месте и узнали, как проходит подключение газа к домовладениям. В Московской области реализуется программа «Социальная газификация». Она предполагает бесплатное подведение газа до границ частных домовладений. Для того, чтобы воспользоваться данной услугой, необходимо подать заявку на технологическое присоединение. После этого Мособлгаз обрабатывает заявки и уже сообщает непосредственно хозяевам, что договор готов. И дальше передает уже на проектирование и согласование с администрацией. Очередным местом монтажных работ по подключению на территории Ленинского городского округа стала деревня Петрушино. Сразу к нескольким частным домам здесь была протянута новая газовая сеть. Работы велись современным способом. Прокалывать землю штангами до определенной точки, где будет выходить наружу. Затем мы соединяем специальными хомутами нашу трубу, которую мы должны проводить, и к штангам, которые прошли до этого места. И потом он начинает в обратную сторону вытягивать. И все. Такой метод позволяет выполнить задачу с наименьшим уровнем дискомфорта для жителей. Увидев рабочих, местная жительница Валентина Дмитриева поинтересовалась, когда очередь дойдет до ее участка. Заявку на подключение она подала некоторое время назад. И вот мы теперь ждем, не дождемся, чтобы скорее нам провели этот газ. Потому что так очень дорого платить, когда эти бочки привозят. А это все говорят, что будет подешевле и будет лучше. Вот я пришла сейчас узнать. Смотрю, тут что-то уже бурлят. Подать заявку на подключение можно через портал госуслуг или в мобильных офисах Мособлгаза. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Старейший в нашем муниципалитете поселок Володарского отметил свой день рождения. В честь этого праздника прошел концерт, который посетили и официальные лица, и, конечно, местные жители. Побывала здесь и наша съемочная группа. 571 год минул с тех пор, как на живописном берегу реки Пахры появилось селение Ладыгина. С тех пор сменилось несколько названий, и сейчас это место известно как поселок Володарского. В течение праздничного вечера на сцену выходили талантливые артисты. Их душевные песни и зажигательные танцы с легкостью покорили Володарцев. Яркие номера представили хореографический ансамбль «Надежда», танцевально-спортивный клуб «Звездный вальс», фолк-группа «Млада». Прозвучало и много теплых и искренних слов от официальных лиц. Выразили слова огромной благодарности за все, что вы делаете, за то, что любите свой край и сохраняете традиции, за то, что вы стараетесь быть всегда не на окраине округа, а на передовой. Вы особые люди. Здесь живописная природа и богатая традициями история, но самой большой ценностью поселка всегда были его жители, добрые, открытые и трудолюбивые люди. И в последнее время Володарцев становится все больше. Она такая, во-первых, душевная, простая, простой поселок очень. И в то же время у нее есть изюминка вообще на самом деле. Ну и вообще люди здесь очень открытые, добрые. И мне очень все вообще прям очень нравится здесь. А Володарка лучше, чем Москва? Да, да, очень нравится. В этот вечер в своих чувствах к малой родине признавались все. Марина Романчук – коренная жительница поселка. Ее судьба, планы и мечты связаны только с Володаркой. Процветание, конечно, дороги. Побольше, наверное, кружков, побольше активных жителей. Потому что все равно многое зависит и от нас самих. Поднимать себе настроение. Ну просто с праздником. Володарка, мы тебя любим! Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Представляем вашему вниманию 38-й эпизод проекта «Стихи живут повсюду», организованного сотрудниками районного историко-культурного центра. Напомним, что в ходе этого проекта представители различных трудовых и творческих коллективов читают стихи русских классиков. В этот раз поэтические строки оживляли члены литературного объединения имени Федора Шкулева. Послушала их и наша съемочная группа. Представители литературного объединения имени Федора Шкулева, наверное, немножко острее предыдущих участников, чувствуют силу и дух поэтического слова. Для них выступления в проекте «Стихи живут повсюду» – особое событие. Стихи должны жить, звучать вокруг нас. Они должны составлять такую атмосферу, как солнце светит. Солнце светит, и это поэзия в душе. Все они не раз выступали перед публикой со своими произведениями, но в этот раз будут декламировать стихотворение Константина Бальмонта «Русский язык». Язык, великолепный наш язык, Речное и степное в нем раздолье, В нем клёкоты орла и волчий рык, Напев и звон, и ладан богомолья. Журчание подземного ключа, Весенний луч, играющий по дверце, В нем та, что приняла не взмах меча, А семь мечей в провидищее сердце. Пастуший рук, жалея-ка до зари, Родимый дом, тоска, острие стали. Здесь хорошо, а там, смотри, смотри, Бежим, летим, уйдем туда, задали. Подснежник наш всегда прорвет свой снег, В размах грозы сцепляются зорницы. К царь Граду не ходил ли наш Олег, Не звал ли в полночь нас полет жарптицы? И ты пойдешь, дорогая Ермака, Пред недругом скричишь, теснее другие. Тебя потопит льдяная река, Но ты в века в ней выплывешь в кольчуге. Добросил ты свой гулкий табор стан, Свой говор златозвонкий, Среброкрылый до той черты, Где тихий океан заворожил подсолнечные силы. Ты вскликнул, Пушкин, Вот он, светлый бог, Как радуга над нашим водоемом. Ты в черный час вместишься в малый вздох, Но завтра встанет с молнией и громом. Это 38-й эпизод проекта «Стихи живут повсюду», И его автор Наталья Замарина Отмечает, что столь проникновенное Исполнение стихов не может не восхищать. Сегодня мы увидели, конечно, Пример хорошего ощущения языка И хорошего донесения мысли Константина Бальмонта До нас, благодарных слушателей. Стихи живут повсюду! Максим Козлов, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. На стадионе «Металлург» состоялся Долгожданный для болельщиков Матч видновской мотобольной команды С гостями из Ставропольского края. В рамках чемпионата России Наши спортсмены встретились с «Колосом». Подробнее об игре расскажем в нашем сюжете. Как отметил главный тренер Команда «Металлург» Валерий Нефантьев, На протяжении 10 лет Игры с «Колосом» были самыми сложными Для видновчан. Команда из Ставропольского края Также претендует на лидерские позиции. Кубок России в этом году мы выиграли В финале у «Колоса». Они, конечно, захотят взять реванш. После этого еще будет Три игры еще с «Колосом» будет. В принципе, это экватор Сезона 2022 года. Так что игра, Игра равных соперников. Настрой на игру у спортсменов Был по-настоящему боевой. Тем более, к этому матчу обе команды Подошли без поражений. «Мотобольные игры с этой командой Являются украшением чемпионата России. Сегодняшняя игра не стала исключением. Я считаю, что все зрители, Которые пришли сегодня на матч, Получили истинное наслаждение. Скорость, жесткая борьба, Красивая комбинация, Обилие ударов, Бескомпромиссная борьба». «Металлург» с первых минут встречи Не давал гостям расслабиться. Игра была довольно жесткой. Мотоболисты обеих команд Показали великолепное мастерство По владению мячом. Самый тяжелый матч, конечно, с «Колосом». У нас еще с ними четыре игры. Будет одна рамка в чемпионате И три финальных турнира. Первую игру мы выиграли. Три-один. И до этого на кубке две выиграли. Но все сложные игры были. Достойные соперники. Игра шла на равных. У «Колоса» было достаточно моментов. Но реализовать удалось только один. Один из игроков нашей команды, по-моему, Тантон Гусев, он там воткнулся в кого-то из игроков «Колоса» на центре. У нас получилось небольшое меньшинство в защите. И Сергей Крошка выезжал по центру. У него там было, в принципе, две возможности. Он мог, в принципе, развернуться ударить, а мог дать пас, чтобы с паса пробили. Дал пас. И игру команды «Колоса» Артемия Перека в противоохот мне ударил. Ну, это гол не вратарский. То есть это было хорошее исполнение. Матч закончился победой видновского «Металлурга» со счетом 3-1. Авторами забитых мячей стали Антон Гусев и Иван Крештопа. Команда в целом хорошо сыграла. Забили с заготовок некоторые голы. Все справились со своим... Были там две ошибки. Вот с одной ошибки они использовали момент. Забили нам. Приехали. Нас трое осталось на поле. Приехали. Разыграли. Следующая домашняя игра «Металлурга» состоится 7 августа. Соперниками ледновчан станет команда «Комета» из станицы Кущевская. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. На сегодня это все. Всего вам доброго и до свидания.